Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим с обзорной экскурсии один из проектов, который называется Legacy. И открылся он 23 числа этого месяца, апреля месяца. То есть проекту всего 5 дней. Вот на него-то мы зайдем и посмотрим, что он из себя представляет. И должен, наверное, сразу же предупредить, что видео будет опять коротким. Потому что, ну а почему, в общем-то, мы посмотрим в ходе этого ролика. Ну и потихонечку давайте начинать. Естественно, начинаем с меню персонализации. О нем, в общем, ничего такого сказать не могу. Единственное, что есть несколько добавленных причесок, которые, ну, которые хорошо, что они есть, но они, как я уже как-то раз показывал, не оптимизированы. В последнее время пошла такая вот манера добавлять какие-то интересные, красивые причесочки. Но, к сожалению, видимо, никто не умеет их оптимизировать. Поэтому эти прически растут через каски строительные, через шлема мотоциклетные, через кепки, через все растут эти волосы. Они не убираются, так как это делается со стандартной прической. Если вы одеваете шапку, то в процессе того, когда вы накидываете на себя шапку или там садитесь в машину, да, причесочка принимает вид и не выходит за рамки текстур. Добавленные вот эти вот стрижечки, которые мы сейчас видим, они, к сожалению, никуда не деваются. То есть, если вы оденете каску, то волосы будут растить через каску. Ну, вот такая вот. Ну, хорошо, что есть, плохо, что не умеют оптимизировать. Ну, вот такое вот меню персонализации. Сделано вот таким вот образом. Сейчас вы все это видите. Ну, и заходим на сам проект Legacy. Legacy переводится как наследие, наследство. Ну, и тут надо сказать, что действительно этот проект далеко не свежий. Он достался в наследство, видимо, разработчикам от кого-то, не знаю. Но данный проект я уже показывал. Ну, а соответственно, данная разработка не принадлежит разработчикам данного проекта Legacy. А где-то был взят, куплен, слит, не знаю. Вот уж не знаю, каким образом досталось им это наследие. Ну, тем не менее, создаем своего персонажа, некого мексиканского гастарбайтера и заходим на этот проект. Ну, а при входе на проект мы видим, что появление нашего персонажа выбрано достаточно нестандартно. Нестандартно и, надо сказать, что даже прикольно. Мы появляемся возле какого-то закрытого, к сожалению, полицейского управления. И нас встречает NPC, который нам даже рассказывает некий лор этого проекта. То есть, наш персонаж, творив каких-то дел, сидел в тюрьме, вернулся. Вот этот NPC нас встречает и предлагает нам проехать дальше для того, чтобы получить свои документы обратно. Потому что в момент, когда нас сажали в тюрьму, видимо, все забрали. Поэтому нам надо проследовать следующее отделение полиции, которое уже действующее. Для этого мы подходим к следующему NPC, который стоит рядышком. И вообще надо отметить, что на этом проекте нету проблемы с арендой транспорта. На всех, ну практически на всех ключевых точках аренда транспорта присутствует. Поэтому вы испытывать какой-то нужды в беготне не будете. Но есть и загвоздка. Эти точки никаким образом нигде не обозначены. Если вы посмотрите на карте, вы их не найдете. Ну а через телефон, ну телефон вообще нуждается в отдельном рассказе. И мы к нему коснемся чуть позже. Короче, точек не найти, но они есть. Вот такая вот дилемма. Все равно приятно, что есть на всех ключевых точках аренда транспорта. Потому что это экономит мое время. Ладно, едем дальше. Едем, естественно, в полицейское управление. Которое действующее, в общем-то открытое. И вот здесь мы уже подходим к следующему NPC, который стоит за стойкой. И как бы восстанавливаем свои документы. Здесь можно восстановить и ключи, и еще какие-то там справки, документы. Но нас интересует только то, что идет по лору этого проекта. Восстанавливаем. Ну и все. Мы готовы к взаимодействию с этим проектом, с этой сборкой. Что же делать? На этом лор закончился. И как бы повествования никакого больше нет. Ознакомительный квест на этом закончился. Дальше все в ваших руках. Я же поехал в Мэрию. Мэрия сделана очень красиво. Она мне нравится. Я ее уже показывал на нескольких проектах. Ее используют. Ну дизайн. Внутренний дизайн этой вот Мэрии. Мэрия стоит в стандартном месте. А вот внутренние убранства, так назовем их, они очень красивые. Но в Мэрии нет вообще ничего. Вот просто пустое здание. Не знаю для чего это сделано. Может быть есть какие-то планы у разработчиков на дальнейшее. Но ничего в Мэрии нет вообще. Есть для работников Мэрии какие-то там точки взаимодействий. Для игроков здесь нет вообще ничего. То есть зачем сюда приходить игроку? Непонятно. Вокруг Мэрии вы могли заметить стоят машины с мигалками. Это играются администраторы. Расставляют зачем-то, включают вот это вот все. Потому что, ну потом вы увидите, что этого всего нету. Это не антураж. Это вот просто администрация забавляет себя. Ну в отсутствие онлайна чем еще позаниматься. Вот таким вот образом короче здесь выглядит Мэрия. Ну а куда же нам идти дальше? И вот теперь мы пытаемся понять, что нам надо делать и как тут вообще взаимодействовать. Куда направиться? Пытаемся достать телефон. И вот что это такое? Я даже честно говоря не знаю. Это полупейджер? Это что это? Есть всего три вкладки там сообщения, настройки и звонки. Что это? Мы в каком году играем? Это 80-е годы что ли? Это начало только? Я не понимаю, что это за телефон. Серьезно. Ну нету никаких других что ли скриптов каких-то на телефон. Я не знаю зачем. Что это такое? Это какой-то полупейджер, полураскладушка для бабушки. Я не знаю все. Еще кнопки огромные добавить. И все, бабушкин телефон. Не знаю зачем. Что это такое? Не нашли нормального телефона в интернете или не смогли сделать? Не знаю. Но телефон вообще просто никакущий. Просто никакущий. Но меню взаимодействий очень много. К сожалению они не через телефон. И вот как я сказал например точек аренды вы не найдете. И надо искать все через менюшки. Менюшки сделаны красиво. Сейчас вы это видите. По менюшкам нет вообще никаких претензий. Все ярко, красочно, крупно сделано, написано. Все поясняется. В общем меню сделано хорошо и вопросов к ним нет. Единственный вопрос это к телефону. Ну нахрена вообще такой нужен? Когда вы его достаете, кстати выскакивает интересненькая штучка в правом верхнем углу. Когда вы нажимаете на телефон, такая подсказочка выскакивает с номером вашего телефона. Чтобы вы в любой момент могли его продиктовать кому-нибудь. Ну в общем вот такая вот ситуация. Ну и далее двигаемся на первое рабочее занятие. Но перед походом на первое наше рабочее занятие должен сказать, что здесь внизу в строке управления есть кнопка B. Какой-то там нарисован логотипчик, я не понимаю что это. Но если нажать на эту кнопку B, то очень благополучно вы вылетите из игры. Я пробовал несколько раз, поэтому вот с ночного режима, так сказать, мы переходим в дневной. Потому что я имел глупость несколько раз нажать на эту кнопку B. Ну и в общем-то вот, теперь мы в дневное время продолжаем наше путешествие. Ну а идем мы на строительную площадку. Возле мэрии я не нашел аренда скутеров. Может быть она есть, я не буду утверждать, но я побежал пешком. И тут надо еще отметить, что на этом проекте бег нисколько не урезается. Вы можете бежать бесконечно. И вот это я считаю огромным плюсом. Потому что, ну, урезание бега, а я показывал несколько проектов, где бег действительно урезан просто в хлам. Вы бежите там секунд, наверное, 20 и дальше все. Ваш персонаж начинает почему-то терять здоровье. Ну, это игра. И не надо злоупотреблять реализмом. Поэтому вот я, например, приветствую, когда бег не ограничен. И здесь он не ограничен. Это еще и помогает, например, в процессе фарма. Если вам надо перебегать очень много точек, от точки к точке. Ну, а этому, кстати, мы коснемся вот как раз на первом нашем рабочем занятии, который является строительная площадка. Вот таким вот образом эта строительная площадка выглядит. И вот тут, наверное, надо уже переходить к тому, что я говорил, вернее, в самом начале этого ролика. Что это наследие и этот проект я уже показывал. И вообще, я считаю, что эта сборка, вот этот проект, это такая попытка сделать нечто из ничего. Наверное, вот так вот надо сказать. Потому что действительно весь проект состоит из одного единственного скрипта. Причем скрипт очень и очень банальный. Вы это сейчас видите. Вот рабочее занятие строителя. Но на любых других рабочих занятиях будет все то же самое. Посмотрите, как это выполнено. Есть две точки взаимодействия, на которые поставлены, естественно, триггеры. На первом триггере идет активация видимого объекта, коробки. Объекты прописываются в этот скрипт разные. Корыто, ящик какой-то, коробка. И второй триггер, это там, где у вас это все исчезает. Вот и все. И вот из этого скрипта состоит весь этот проект. На любой точке, куда бы вы ни пришли, как бы она ни называлась, эта профессия, это рабочее занятие, будет одно и то же. Точка А, точка Б. На точке А активируется задание, появляется какой-то видимый объект, текстура. На точке Б эта текстура и видимый объект пропадает. И вам идет начисление. Все. Вот из этого скрипта сделан весь этот проект. Абсолютно весь. За маленьким исключением одной работы, которую я, к сожалению, вам не смогу показать на этом проекте. Но вы ее сможете увидеть, и об этом я скажу чуть позже. Ну, а пока, чтобы не быть голословным, переходим на следующее рабочее занятие, которое есть на этом проекте. А это портовый грузчик. И все то же самое, абсолютно один в один. Вот как я и сказал, весь проект состоит из одного единственного скрипта. Точно так же мы приезжаем на точку, подходим к NPC номер один. Настройки это был прораб, допустим. Здесь какой-то еще чел непонятный. Взаимодействуем с ним, соглашаемся, проходим на точку 2. Как и настройки на точке 2 мы получаем форму, так и здесь мы ее получаем. Это один и тот же скрипт, как я и сказал. Просто другое оформление. Получаем форму и проходим на непосредственную площадку. Ну, там это была строительная площадка, а здесь это площадка с контейнерами и прицепами. Но, вот, был такой проект, про который я и хотел вам сказать. Откуда я узнал про эту сборку. И, в общем-то, там все то же самое, один в один. Скорее всего, что это наследие как раз сюда и перекочевало. Так вот, на проекте LightRP, так назывался тот проект, на котором я увидел эту сборку первый раз, на этой точке был хотя бы антураж. Был перевернутый контейнер, ну, вы это сейчас видите. Были разбросанные коробки. Но, так как я уже сказал, что скрипт-то очень банальный, и там попытались разбавить эту атмосферность происходящего. На прицепах стояли коробки рядом с точкой взаимодействия. Там, где мы получаем коробку, стоял перевернутый контейнер с рассыпанными коробками водки. И мы там водку или коньяк, я не помню, носили. Ну, хотя бы так попытались разработчики того проекта LightRP разнообразить. Так как в этих скриптах абсолютно отсутствует анимация. Вы это сейчас можете заметить и на работе строителя, и на этой работе. Ну, потому что скрипт-то один и тот же, и никакой анимации там не было никогда из роду прописано. Есть автоматическое появление. То есть, персонаж не нагибается, не подбирает коробку. Анимация отсутствует. Отсутствует она везде, кроме одного занятия, которого мы коснемся чуть позже. А так, вот как я и сказал, один и тот же скрипт используется практически на всем проекте. Будь то работа почтальона, будь то работа строителя или портового работника. Везде один и тот же скрипт, который, в общем-то, можно описать как точка А взаимодействия, точка Б взаимодействия. Вот и все. Даже нету простейших анимаций. И это сейчас вы все видите. Поэтому и, в принципе, и нету никакого, вернее, смысла показывать весь проект. Потому что один и тот же скрипт используется на всех рабочих занятиях. Куда бы вы ни пришли. Будь то работа по доставке продуктов, которые здесь есть. Ее можно назвать почтальон, развозчик пиццы, развозчик не знаю там чего. Придумывайте, это все зависит от вашей креативности. И внедряйте туда этот скрипт точка А, точка Б. Вот и все. И, как я уже сказал, весь проект построен на базе одного скрипта. Только туда добавляются разные текстуры, разные... Сейчас я вам покажу. Можно прописать туда и технику. Но принцип будет один и тот же. Итак, вот на этой работе надо пробежать 150 точек. И тогда у вас будет повышение. Второй уровень вот этого портового служащего. И он дает вам право ездить на погрузчике. Я уже как-то показывал красиво сделанную работу погрузчика на проекте GTA Live. Всем советую. Вот по этой ссылочке зайдите, посмотрите, как это можно было сделать. Но здесь же, как я уже сказал, работает всего один скрипт. И он очень банален. То же самое, что человек бежит на одну точку. Появляется у него объект автоматический. Он бежит на вторую точку. Этот объект пропадает. Как вы можете заметить, на погрузчике то же самое. Мы подъезжаем на одну точку. Появляется видимая объекта. Текстура. Объекта самого нет. Это просто текстурка. Едем на вторую точку. И он исчезает. Никаких анимаций нет. Это все тот же самый скрипт. Один в один. Просто сюда прописан не персонаж, а какая-то техника. Сюда можно прописать хоть трактор. И у него тоже будет автоматически появляться эта коробка, этот ящик. Ну вот так сделан весь проект. Абсолютно весь проект построен на базе всего одного скрипта. И это вы сейчас видите. Но вот это занятие еще и с багом. Как вы можете заметить, вот эта точка, она не работает. Появляется табличка, что разгрузка прервана. Чтобы снять этот баг, вам нужно будет подбежать обратно к прорабу. Уволиться, снять одежду, еще раз подойти. Уволиться полностью. И опять устроиться, взять одежду, взять новый погрузчик. И ездить до того момента, пока вам не попадется эта точка еще раз. Мне, как вы можете заметить, она попалась и еще раз. Я еще раз уволился. Но на третий раз мои нервы не выдержали. И я ушел отсюда. Поэтому я и не могу показать вам следующую профессию. А следующая профессия, это вот здесь стоят машины, на которых вы будете развозить какую-то продукцию по магазинам. И вот эта работа единственная, в которой есть хоть какая-то анимация. Не знаю, может быть на этом проекте ее и вообще нет. Но вот по этой ссылочке вы можете посмотреть проект LightRP, который построен именно на этой сборке. И там я показывал эту работу водителя. Из минусов, считаю глупостью, что доставщик продуктов ездит по продуктовым магазинам вот в этой вот грязной одежде и в каске. Потому что, ну, не придумано ничего. А, как я и сказал, скрипты очень и очень банальные. Ну, вот такая вот работа. Если кому интересно, вот по этой ссылочке, которую я дал, можете посмотреть на эту сборку. Но только на другом проекте. В проекте LightRP. Там все то же самое, но немножко облагорожено. Не знаю, как эта профессия выглядит здесь. Потому что, ну, третьего уровня я так и не смог докачаться с этой багнутой работой на погрузчике. Ну и напомню, наверное, да, что на этом рабочем занятии есть три подкатегории. Грузчик, бегающий с коробками. Грузчик, работающий на погрузчике. И третья специальность, это доставщик продуктов, видимо, потому что ездить надо будет по продуктовым магазинам. Ну, хотя в грязной спецодежде. Ну, показать это я вам не смогу, но вы сможете посмотреть это все по ссылочке, которую я оставил. Ну, а далее мне нужно было дождаться третьего уровня персонажа. Не третьего уровня вот этой профессии, а третьего уровня персонажа, чтобы у меня открылась следующая профессия. Я еще раз хотел вам доказать, что один и тот же скрипт здесь используется везде. Следующая работа почтальона. На мопедке вы ездите от точки А до точки Б. Ну, все то же самое. Как я и сказал, можете назвать это как угодно. Здесь еще есть доставщик еды, доставщик пищи. И это то же самое, что и почтальон. Только называется по-другому. Ну, таких можно скриптов налепить штук 10. Только называйте их по-разному. Ну, а чтобы убить время, я ходил тут по проекту и смотрел что-нибудь. Ну, и вот вы видите, я зашел в магазин техники. Техника здесь, кстати, красивая, прикольная. Вы это сейчас можете заметить. Есть интересные модельки, которые я на самом деле вижу первый раз. Но магазин всего один. Он никак на проекте нету никаких подразделений. Там эконом-класс, люкс-класс, ну или какие еще придумывают классы. На одном из проектов был золотой, серебряный магазин, платиновый магазин. Вот так вот. Ну, здесь нет никакого подразделения. Здесь всего один магазин. И вся техника, какая есть, вы сейчас видите. Таким образом, я пытался убить время, чтобы дождаться, когда у меня наконец-таки откроется третий уровень, чтобы показать вам еще одну профессию. Но так я и не смог дождаться. В магазине с техникой долго не посидишь, поэтому я начал развлекать себя. Ну и все вы знаете, что на GTA-шной карте, на Лос-Антосе, да вообще, вся карта усеяна трамплинами. Ну, это сделано для того, чтобы люди прыгали с трамплинов. Есть где-то разломы специальные, с крыши на крышу можно перепрыгивать. Ну, если вы проходили, так сказать, сюжетную линию, да и вообще на любом проекте, карта же не меняется, есть специальные трамплины. Ну, в синглплеерной версии за это дают очки, ну а здесь они просто так. Ну и чтобы убить время, я подъехал ближе к почтовой службе и ждал, когда откроется третий уровень. И там же на парковке есть такой же трамплин, который позволяет вам перепрыгнуть через соседнее здание. Вот этим я и занимался. За что и отловил бан. Ну, не бан, а меня кинули в тюрьму вот с такой вот формулировкой. Но на РП-поведение, в общем-то, она, наверное, переводится. То есть, администраторам надоело расставлять вокруг мэрии мигающие машинки. Они решили вот прикалываться над игроками. Прошу заметить, что всего нас было пять человек. И как минимум двое из них администраторы. Двое сидят в тюрьме. То есть, где-то по проекту бегает один бедный игрок. Ну, вот такое вот отношение, вернее, здесь к игрокам. Не знаю, я не оправдываю свое поведение, но я развлекал себя как мог. Извините, вы представили мне полнейшую скукотищу. И что мне делать в ожидании третьего уровня? Стоять просто, афэкашить? Я развлекал себя, тем более, что никому я не причинял никакого вреда. Да, я прыгал с трамплина. Но какое это нон-РП? Какое ролеплей я нарушаю? Если вам не нравится, ну, подойдите, объясните, что не надо так делать. Я, видимо, второго игрока, который уже в тюрьме, этим пугаю или что, я не знаю, что я сделал плохого. Ну, развлекал я себя. Ну, потому что тоска на проекте, никого нету и делать нечего. Но меня посадили в тюрьму без всяческих слов. Просто тпшнули. То есть, вот, если вы себя развлекаете таким образом, это нормально. А тпшить машины с мигалками вокруг мэрии, это не нон-РП. Это нормальное админское поведение. Ну, вот такой вот проект. И на этом я буду, наверное, заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Заходите, играйте, получайте удовольствие. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok